Через 4 часа поезд прогуливаюсь по Владивостоку, просто от вокзала пошел наверх, не знаю, что это за улицей, а, Алиутская, Алиутская улица. До этого съездил на китайский рынок, ну, спортивную, ничего особенного заметно, обыкновенный китайский рыночек, как говорится, и что-то, когда пригорело, решил перекусить в китайской кафешке. Делал вроде рису, там, немножко мяса, чаек, и все, я на полчаса там завис, пока уничтожал все эти порции, это жестко, я объелся. В принципе, недорого было, 500 рублей, но там, главное было вдвоем, с моим аппетитом, или даже втроем, такие порции хавать. Тут тенек на улице, а так, во Владивостоке стоит жара, вчера, говорят, 36 было, вроде ожидают, на подходе там какие-то циклончики, мусончики, но пока стоит жара, духота. Это ярмарочка тут, фоут стоит. Ну, вот, как-то так, непонятно. Сейчас пойду просмотрю, что тут продают. Декор из дерева эпоксидной смолы, сувениры из Владивостока. Вот тут сувенирчики Владивостокские, девчата вот сами делают, продают. Так что, будете, эта улица какая? Адмирала Фокина. А, улица Адмирала Фокина. Тут вот выставка какая-то. По выходным, да, она проходит? Да, по пятницу, субботу, воскресенье. А, пятница, субботу, воскресенье. Пятница, субботу, воскресенье. А, пятница, субботу, воскресенье. До восьми вечера. До восьми вечера. Здесь проводится выставка-продажа мастеров Владивостока Ручная работа Это буквально от вокзала километром вверх по Алиутской и налево А там напротив фонтанчик Красиво улица украшена Ложочки, палаточки Я так понимаю, это что-то вроде местного Арбата Мед, продукции сотые, изделия из воска, Аполис Бальзамчики, сиропчики Хлеб в ручной работе Русский квас хлебный На колодезной воде и меду Гречишный, да, я так понял уже, да? Нет, это весенний 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 Весенний? А, понятно У нас гречишного нету, потому что гречка не садит Не садит, да? А если садит, то очень мало Понятно Ну и дальше тут будет выпечка Все из меда, корица, из воска Рыбопродукция Выбирайте рыбочку и корочку, пожалуйста Вот холодильничек Понятно, в этом году подорожала, смотрит, сильно, сильно подорожала И местная продукция фермеров Кабачки, помидорчики, огурчики Тоже мед, картошечка Местные априкосы уже поспели, да? Слива местная Картины художников Авторские работы И изделия без камней Картосов таких Декораторств Девчата занимаются Декор Пойдем к фонтанчику сходим Народ оттуда вот идет Охладимся Ну вот так вот Улица украшена По левую сторону От улицы По левской Фонтанчики к набережной идут Вот такие И внизу там Пляж какой-то, по-моему, что ли Вечером тут, наверное, очень красиво Все светится Голубые ели Просто сосны Рябина Высажена Ой, красотища Так, ну вот Выходим на набережную С улицы Адмирала Фокина Это я так понял Написано Отель Динамо Больший стадион Динамо Или действующий, возможно, стадион Динамо Набережная Аттракционная Какие-то Фонтан Музыкальный фонтанчик Классическая музыка играет Вообще Красиво Красиво А вот выше Кинотеатр Океан Да? Да Чехотин На центр Океана Ох Какая мощь Сука Красота Ну и вот Вид Владивостока С вот этой набережной В конце улицы Адмирала Фокина Пляж тоже Организован Прокат Всяких Технических Средств Колесо обозрения работает Сегодня выходной Народ ходит Развлекается Ну скорее всего Большинство Наверное Все-таки Уехало По бухтам Куда-нибудь На пляж Потому что Жара стоит Неимоверная 37 градусов Это что-то С чем-то Говорят Владивосток Владивосток Не помнит Когда такая погода Была Все Классно Все Красиво Продолжаю Свой путь По Владивостоку По улице Светланской Это такое Интересное Столовое Кафе Не рыдай Название Работает С 1923 Года Можете Обратить внимание На меню Здесь Веранда Также Работает На выносте Пиво Легендарный Лимонад Находится На улице Светланская 10 Исторический Центр Города В начале Улицы Было Здание Где работал Сергей Лозо Здесь Тоже Какой-то Поход В историческое Нет Это Не историческое Судебное Престово Влад Хлеб Магазин С 1903 Года Музейный Магазинчик Тут Музей Приморской Государственной Объединенный Музей Имени Арсеньева Вот он В конце Перед площадью На улице Светланской Напротив Что у нас Кафе Какой-то Ресторан Магазинчики Тут Можно посмотреть Музей Значит Историю Дальнего Востока Выставка Оружия Магия Клинка По следам Бадайского Царства А Бахайского Царства Находится Музей На улице Светланской То есть Вон там Вон у нас По улице Сенежки Получается Недалеко От ЖД вокзала Археология Этнография История Вот так Вот выглядит Владивосток Со стороны ЖД вокзала Вид на мост Мост просто Грандиозно Смотрится Какое-то Судно Стоит Мачты Парусное Вооружение Все Тот же Храм Морской Вокзал ЖД вокзал Все так Сконцентрировано Сегодня погода Великолепная Вид просто Потрясающий Смотрите Сами Это Великолепная Тут От площади Ходит автобус С туром По городу Два часа Экскурсия Семьсот Рублей Кто желает Так сказать Тут Недалеко От вокзала При ожидании Там Пойза Или еще Свободное Время Появилось Может Зять Экскурсию И прокатиться По городу Узнать О всех Его Доступ Примечательностях За Два Часа Волвирштаба ТОВ Установлен Памятник Еще С советских Времен Подводная Лодка С-56 И тоже Символ Новый Мост Через Залив И в бухте Корабли Тихоокеанского Флота А рядом Сам Штаб ТОВ Находится Гвардейская Краснознаменная Подводная Лодка С-56 Вот такие Вот Раньше Субмарины У нас Были На флоте Редактор субтитров